Привет, народ! Я маску сниму. Я не про красоту. Я совсем не про красоту кожи и не про татуаж. Моя компетенция заключается совсем в другом. Я зарабатываю деньги. Я думаю, что основной целью вас, вашей деятельности, является именно извлечение прибыли. Нас сократили сильно. Кто меня знает? Поднимите руки. Кто меня не знает? Кто меня впервые видит? Отлично. Два человека. Три. Давайте я вкратце расскажу о себе. Давайте про дисклеймер сначала. Все, что вы здесь услышите, это правда. То есть я не вру. И особенно это не делаю публично. Быть успешным или нет, вот сейчас каждый из вас сидит, на самом деле это выбор. Это выбор каждого из вас. И если вы примете прямо сейчас в голове установку, просто откройте голову для той информации, которая к вам сейчас поступит, за очень короткое время, и самое главное вы будете использовать, вы будете успешны. Выбор за вами. Второй пункт. Все, что здесь сказано, работает для всех и в любой ситуации. В маленьком городе, в большом городе, за границей, если вы смотрите это онлайн, это будет работать и у вас. Я ничего здесь не продаю. Я не продаю курсы. Я отвечаю за производство пигментов и управляю им, но вам здесь ничего не впариваю. Можете пользоваться любыми. Поэтому мне можно верить, я не ангажирован. И последнее, это интерактивное выступление. Предполагалось, что по регламенту оно будет длиннее, но вы видите, что получается. Нас всех засунули в один день. Поэтому если у вас есть вопросы, не сдерживайте себя. Прямо поднимайте руку во время выступления, подходит организатор, микрофон и общаемся. Окей? Итак, обо мне. Последнее время я много отдыхаю. Это мой выбор. Я провожу время с семьей. Здесь мы находимся в бассейне с моей женой Леной, ради которой вы, наверное, сюда и пришли многие. Не ради меня точно. Мне 39 лет. Я живу постоянно в Краснодаре. Я муж Лены Нечаевой, отец двух детей. Еще двух собак, двух крыс и двух котов. Ну, как бы это остается за рамками. Наверное, сейчас я характеризовал бы себя именно так. Но, тем не менее, у меня есть опыт. Он достаточно большой. Я 13 лет в бизнесе. Вообще в перманенте я 9 лет. И до этого еще 4 года я занимался магазином онлайн. Группа компаний приносила выручку до 130 миллионов в год. Сейчас это меньше. Кто смотрит сериал, тот понимает, почему. Но прибыль больше. И мы в какой-то момент открыли до 9 студий собственных по России. И всем этим делом надо было управлять. Соответственно, в этом году еще один из показателей выручка по пигментам, которые мы производим, увеличилась в 10 раз. То есть за 2020 год мы выросли в 10 раз. Вот хлопает. Кто-то за нас рад. И к чему я это говорю? К тому, что, наверное, у меня есть какой-то багаж, который я хочу вам сейчас крайне сжато передать. Вот крайне сжато. Все, что я сейчас скажу, без воды, без ничего, просто рекомендации к напрямому использованию. Понятно? Невозможно за 40 минут или за час научить вас продажам. Невозможно. Люди учатся этому месяцами, годами. Но конкретную задачу, которая вам предстоит, решить можно. Эта задача называется делегирование продаж. Что такое делегирование? Все понимают? Хорошо. У кого есть администратор в студии или в салоне? А у кого нет? У вас большой потенциал. А у остальных что? Я стесняюсь. Остальные как работают? На дому? Окей. Администратор – это самый простой способ заработать деньги чужими руками. На самом деле мы поговорим о том, как чужими руками заработать деньги. Как поднять себе выручку и прибыль прямо сейчас, при этом абсолютно не прибегая никаким к мошенническим схемам или не пытаясь людей ввести в заблуждение или обмануть. Плащ ярославный, который я слышу всегда, когда люди общаются со мной, это маркетинг. Для кого важен маркетинг? Все говорят, кто нашел хорошего маркетолога? Поднимите руку. Нету никого, да? А кто хотел бы найти? Смотрите. Все маркетинг – больная тема. Я не буду его сейчас касаться, но вкратце там и привлечения, рекламные кампании, SMM, их крайне тяжело делегировать. Но мы, может быть, поговорим об этом в будущем, если я как-нибудь еще пообщаюсь с вами на эту тему, но сегодня мы его касаться не будем. Также у всех боль – это сайты. У кого есть сайт? Мне просто интересно. Один человек. Еще кто? Два? Три? Три человека касаются. Кто хотел бы? Больше. Отлично. И YouTube. Соответственно, YouTube я выделил в отдельную социальную сеть, потому что это прямо отдельный слой упаковки современного тренера, мастера, который нужно прокачивать. И продажи. Вот здесь есть. Тиреем, отдел продаж, мессенджеры, телефония, скрипты, контроль качества. Мы поговорим обо всем этом крайне сжато. Все-таки мы разговариваем сейчас про делегирование. И в конце самый большой плач Ярославный, кто дорос, тот понимает, о чем я, это финансы и учет. Кого беспокоит вообще отсутствие финансового директора сейчас? Есть такие? Никого. Понятно. У вас все впереди. Я вам завидую. Потому что как только вы закроете эти проблемы, нужно уже управлять будет деньгами, а там нужны другие компетенции. Итак, продажи. Вам сейчас нужно понять следующую вещь, что продажи – это не впаривание, это не стыдное что-то, что было принято, например, в Советском Союзе, считать как какое-то клеймо. Ты перепродаешь, ты плохой. Продажи – это на самом деле здорово, когда люди отдают какую-то ценность, которая у них есть, в обмен на деньги. Это шикарно. Ничего постыдного в этом нет. Постыдно продавать дороже, чем это стоит. И знаете, что я заметил? Я всегда продавал за свою жену, когда она начинала. Вот в 2011 году она начала, и я говорю, теперь ты будешь стоить не тысячу рублей, ты будешь брать за процедуру, а две. Она говорит, да как так? Я столько не стою. Как это возможно? Я говорю, хорошо. Ко мне никто не пойдет. Я говорю, ладно, хорошо. Две. Дальше три, четыре. Я чеки поднимал за нее. И каждый раз она считала, что она столько не стоит. Кто считает, что ему стрёмно продавать себя? Ну, прям трудно. Да? Один человек, всем остальным не трудно. Все, я ухожу со сцены. Всем. Это стрёмно, это сложно. Но как бы вы должны понимать, что когда вы делегируете процесс продаж, вы снимаете с себя большую тяжесть. Это тяжесть продавать себя как художника, как мастера. А вдруг, а если мне скажут, что я столько не стою, я же этого не переживу? А вдруг он скажет, дорого, а как реагировать? Поэтому лучше всего отдать это на сторону. Логично же. Но, как правило, это не самое умное решение, как и с маркетингом. Почему? Потому что вы… Первое правило делегирования, я забегаю вперед, вы должны пропустить все через себя. Пока вы не пропустите через себя, вы не поймете, что человек хорошо работает или нет. Например, вы решили нанять себе домработницу. Есть кто-то такой богатый, что у него есть домработница здесь? А, вы есть человек, есть, я вижу. Как вы поймете, что она работает хорошо? Не, а как? Супер. Человек говорит, сами убираемся и знаем, как это сделать. А представьте, вы ни разу не убирались. Как вы оцените домработницу? Никак. Поэтому прежде чем делегировать, вам нужно научиться самим. Поэтому сейчас вот крайне вот так покасательно мы пройдемся про трендом по продажам в 2020. Первое, что я скажу, что в 2020 году умирают колл-центры. И сейчас вы, может быть, кто касается краем нашего бизнеса, вы коснетесь этого тоже. Мы уходим полностью в чат-боты, в автоворонки, в мессенджеры и автоматизируем труд, связанный с продажами. Я не буду туда погружаться. Для вас это слишком глубоко. Но знайте, что сейчас номер один – это мессенджеры. Продажа через мессенджеры, конкретно через WhatsApp. У кого установлен WhatsApp? Понимаете, да? Почему это правильно – продавать через WhatsApp? Telegram, Facebook, VK, Instagram. У каждого есть мессенджер, но их можно интегрировать. То есть, когда вы засовываете всех в одну упаковку и человеку, вашему администратору, даете от нее ключ. На, будешь отвечать везде. Такое возможно? Да. В рамках CRM-систем… Я прошу прощения, что я использую такую терминологию. Кто знает, что такое CRM? Кто не знает? Ага. CRM-система – это Customer Relationship Management. В переводе с пиндоского – это управление взаимоотношениями с клиентами. Это специальная система, которая позволяет вам вовремя перезванивать клиенту, вспоминать, чем вы работали на клиенте, не залезая в ежедневник. Записывать разговоры, ставить автоматические задачи. Короче, это система, которая помогает вам постраивать вот эти связи с клиентом. Если у вас нет CRM, блин, вы такие молодцы. Вы офигенные, потому что вы прямо, если поставить ее буквально через неделю, примерно столько занимает интеграция, вы увеличите свою выручку вдвое за три месяца. Это охеренно. Когда мы поставили CRM-систему себе первый раз, у нас в три раза выросла прибыль за три месяца. Офигенно. Значит, что по CRM? Это тоже отдельный мир. Я не буду сейчас его касаться. Опять-таки, в рамках моего выступления, наверное, нереально это сделать. Но есть три CRM-системы, на которые я бы обратил ваше внимание. Это Y-Clients, это AmaCRM, и это Bittrex 24. Y-Clients, наверное, с этим сталкивались все. Это онлайн-запись модуля. Вы видели, собственно говоря, такой кружочек на сайтах и даже в социальных сетях он везде есть. Интеграция Y-Clients. Что такое интеграция? Это залив туда, запихание туда своей базы. Она занимает вообще очень мало времени. Ну, может быть, день. За день вы можете сделать Y-Clients. После этого у ваших клиентов будет возможность онлайн-записи, а вы сможете управлять этим всем. Это круто. И самое главное – делегировать. Делегировать – это отдать кому-то. На, записывай. На, общайся. На, звони. На, пиши. Почему вы этого не сделали до сих пор? У меня вопрос. Почему? Какие есть у вас отмазки? Я серьезно, не риторический вопрос. У кого нет CRM-систем, почему не поставили? Громче, громче. Вам кажется, что это сложно? Да. Это страх на самом деле. Когда я, перед тем, как я занялся бизнесом, я думал, что все ниши заняты. Невозможно найти нишу в бизнесе, где можно было бы преуспеть. И когда мне сказали, что в Ростове есть человек, который за год заработал на Porsche Cayenne и коттедж перманентом, я сказал, нет. Нет, ну нет. Ну все же занято. Вот примерно так же и в CRM. Ты думаешь, о, блин, да-да. Там голову сломаешь. Каждая из вас, вне зависимости от ваших компетенций, самостоятельно за один день, если она захочет, может установить себе CRM-систему и настроить ее. Как вам такая информация? Сюрприз. Все зависит от вашей мотивации. Это возвращаемся к дисклеймеру. Если вы хотите, вы это сделаете. Есть AMA CRM. Я не рекомендую ее мастерам, но как бы многие любят ее. Хорошо она очень пропиарена. И Bittrex 24. Это бесплатная CRM-система. Вообще ничего не надо платить. Но там нет модуля онлайн-записи. Мы работаем на Bittrex 24. Корпоративный портал. Это серверная большая CRM, которая обошлась во много миллионов рублей. Вам это не надо. Вам надо Y-clients. Если мы говорим про розничный бизнес. Кто еще обучается здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Много достаточно людей. Те, кто обучает, возможно, вам нужно Bittrex 24. Имейте в виду. Если ваш основной бизнес – это обучение, а не онлайн-запись все-таки на процедуры, то вам, возможно, нужен Bittrex. Итак, это ознакомительная часть. Поставьте себе CRM. Ребята, девчонки, не тормозим. Ну, реально, вы просто сидите на мешке денег. Вы прямо сейчас сидите на деньгах и не пользуетесь ими. А за счет чего вы понимаете, вы вырастите? У кого есть версия, за счет чего вы получите дополнительную прибыль? Давайте, давайте, смелее. Освободиться время? Нет, ничего для меня освободиться. Еще. Ага, поднять что? Прайс поднять. За счет чего? Еще, да, пожалуйста. Быстрый доступ. Все мимо. Знаете, в чем деньги зарыты? Первое. Это в скорости ответа на заявку. Мне флипчарт обещали здесь. Есть флипчарт? Организаторы. Я сейчас нарисую кое-что, которое вы должны просто запомнить. Потому что у нас мы сделали за 9 лет работы больше полумиллиона процедур татуажа в сети. Цифры представьте. В месяц сделали до 3000 процедур татуажа. Даже больше. Короче, сейчас боюсь соврать, но цифры огромные. И у меня есть перед глазами понимание, как этими цифрами управлять, что такое статистика. Я вам покажу одну вещь. Сейчас вынес тут флипчарт. Основные деньги зарыты как раз таки… Спасибо большое. А можно маркет? Ага, спасибо. Давайте мы не будем стесняться и подвезем поближе. Сейчас чуть-чуть математики. Чуть-чуть. Графики, помните, да, где в школе? Это у нас скорость реакции, время в секундах. А это у нас конверсия. Кто знает, что такое конверсия? Конверсия. Конверсия. Кто? Поднимите руки. Я хочу видеть, кто знает. Хорошо. Многие не знают, да? Конверсия – это сколько людей из тех, кто захотел у вас сделать процедуру и говорит, сколько стоит, пишет вам в директ, например, или звонит, сделали ее. Это конверсия. Понятно, да? Если, например, к вам 100 человек обратилось, а 4 сделали, какая конверсия в процентах будет? 4%. Понятно, да, как это работает? Смотрите. Вот этот график – это зависимость конверсии. Здесь, например, будет 20%. Давайте, как максимально. И здесь, например, 1%. А здесь время реакции на заявку. Так вот, если вы отреагируете, условно, за 10 секунд, то вы получите 20%. То есть вы получите… Из 100 человек 20 записалось. Если вы отреагируете через час, то вы получите полтора процента. Вы понимаете, да, в чем? Вот вам нужно уложиться в этот график. Кто уверен, что он отвечает за минуту на сообщение? Хорошо. И вы тоже уверены. А за счет чего вы уверены? Откуда уверенность? Команда. Смотрите. Команда. А как вы контролируете их? А можно микрофон организатора? Я буду общаться. Привет. Да, чтобы все слышали. Всем добрый вечер. Да. А за счет чего такая скорость? Ну и уверенность, что она соблюдается? Уверена, потому что контролируют через Телеграм. Мне сразу отписываются. Написали то-то, ответила так-то. Столько-то человек подтвердили свою запись. СРМ нету? СРМ нету. А вы заблуждений находитесь? Это лучше, чем ничего, но вы заблуждаетесь. Это очень сложно. Короче, я не буду погружаться, но ваша цель – это отвечать на все сообщения в течение 10 секунд. Принимать все звонки в течение одной минуты. То есть золотое правило контактного центра – 95.5.5. Это очень дорого. Это очень высокоэффективно. 95.5.5 означает, что вы принимаете 95% трафика входящего, который к вам обращается за одну минуту. 5% у вас отваливается, не дожидается на линии или просто вы их теряете. И еще 5% – это больше одной минуты. Это очень сложно реализовать. Очень дорого. Много людей должно быть. Хорошее оборудование. Не должно быть провалов. Вот математика – это наше все. СРМ – это математика. Поэтому если у вас не стоит СРМ… Блин. Все. Вот прямо сейчас вы отбили участие в конгрессе. Я вас поздравляю. Поэтому если вы поставите СРМ-систему. Если вы будете дальше тянуть кота за хвост и говорить «Ну, в следующий раз, maybe» и так далее. Все зависит только от вас. Следующий слайд. Отлично. С СРМ еще раз я говорю, что у Y-Clients вы можете интегрировать внутрь туда все абсолютно мессенджеры. Если вам лень заниматься интеграцией СРМ-системы, наймите человека для этого. Для этого заходите на сайт, который называется fl.ru. Кто знает, что такое фриланс? Все знают? А кто пользовался услугами фрилансов? fl.ru. Заходите на сайт fl.ru и создаете проект, который называется «Интеграция СРМ-системы Y-Clients». Ставите за этот проект аж 15 тысяч рублей. И через неделю у вас интегрировано Y-Clients. Кто готов заплатить 15 тысяч рублей за интеграцию СРМ? Все. Пользуйтесь. Если сами не можете… Я хотел бы, чтобы вы сами это сделали, потому что вы должны через себя это пропустить. Не хотите? Пожалуйста. А микрофон только, организаторы. Я могу вам дать свой микрофон. А как же сильно мотивированные клиенты именно на твою работу, которые могут подождать? И время может быть не самое решающее. Бесспорно. Бесспорно. Вы абсолютно правы. Такие есть. Вопрос их. Сколько процентов? Ну сколько? Один, десять, пятьдесят. Много. Это не ответ. К сожалению, для меня я инженер. Я разговариваю с вами и с бизнесом языком математики, статистики денег. Много – это сравнительная штука. Один процент – это много или мало. Когда это уникальный продукт, то, в общем-то, можно и потерпеть. Кто так же считает? Ну… Пожалуйста. Ну так же? Нет? Нет, я так считаю. Ну какой-то процент. Смотрите, вы сейчас остаетесь в рамках своей реальности и минус… Нет, я готова расширять границу. Вы не расширяете, вы будете ломать свою реальность. Ломать. Это болезненно очень. Это очень больно. Ломать свою картину мира, свой пузырек, в котором вы сидите… Вот конкретно каждый из вас. Он думает, что мир устроен не так, как я считаю. А я считаю, что мир устроен по-другому. А как говорится, прав тот, у кого денег больше. Так. Метрика деньги – это хорошая метрика. То есть деньги – это прям… Если вы считаете, что клиент подождет, вы проявляете неуважение к нему. Все, кто проявляет неуважение к клиенту, рано или поздно платят за это деньгами. То есть люди просто не будут к вам записываться, они будут голосовать ногами и уходить. Поэтому… Если у вас очередь… Это вообще… У кого есть очередь? В три дня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вы прямо сейчас… Ну ладно, я об этом расскажу. Вы проявляете дикое неуважение к клиенту. Да, да, да. Нет? Нет? А в чем? В записи. На три дня, да. На два месяца у тебя. Какой хороший… Сейчас расскажем. Ладно. Окей. Возвращаемся. Сценарии. Мы сейчас все это обзорно, быстренько обошли. У меня немного времени осталось. Я расскажу сейчас про сценарии, которые позволят избежать провалов. Это… В основном вы срезаетесь все. Вам нужно освоить так или иначе продажи. Вы срезаетесь все на возражениях. Все. Ну, то есть, кто имел опыт работы со скриптами? Это речевые модули. Кто понимает, о чем я? Раз, два, три, четыре, пять. У вас много. Молодцы. Хорошо. Тогда вы, наверное, расскажете мне, как вы отвечаете людям, которые говорят, ну, я подумаю. Кто? Алена? Ты руку поднимала. Человек говорит, слушайте, ну, я подумаю. Микрофон, пожалуйста. Как ты отвечаешь человеку? На самом деле у меня все индивидуально, так как я сама отвечаю. И смотрю на то, что он хочет. Я подумаю. Я хочу бровки, но я подумаю. Давай, давай. Ну, ты же знаешь скрипты. Хорошо. Знаю. Передайте микрофон. Вот девушка знает ответ. Пожалуйста. Я не знаю. Давайте. А что вас смущает? Да ничего не смущает. Просто подумать хочу. Хорошо. О чем? Хочу. Давайте вместе подумаем. Пожалуйста. Да. Хочет девушка ответить. Пожалуйста. Да. Давай. Да, я подумаю. Да, конечно. Это ваше право. Но если вы ко мне придете, я буду очень рада вас принять. Хорошо. Хорошо. Это дырка. Дырка, которую мы сейчас залатаем. А, да, пожалуйста, еще варианты. Микрофон только, пожалуйста, чтобы все слышали. У нас и по таймингу сейчас меня выгонятся сцены. Поэтому надо... Здравствуйте. Я сразу прописываю преимущества. То есть... Я подумаю. Пропишите. Я сразу рассказываю. Я подумаю. Вы со мной общаетесь. Я подумаю. Отлично. Думайте. У нас сейчас проходит акция. Да, у нас сейчас проходит акция. У нас в ближайшие дни, если вы приходите сразу на две соны, вы получаете скидку в размере тысячи рублей. Понял. Все. Не верим. Смотрите. Давайте так. Хотите узнать на «я подумаю» возражения? Конечно. Хорошо. Кто хочет мне сказать злостно и отомстить мне за все унижение, которое он испытал? Я подумаю. Громко крикни. Я подумаю. Я подумаю. Скажите, а вас в целом устроило качество наших процедур? Ну или может быть что-то вам не понравилось? Например, цена или места расположения? Ага. Все устроило. То есть... Дороговато. Смотрите, что происходит. Я накидываю людям варианты. А что не устроило-то? Ну может цена. Или может быть дата записи. Или может быть расположение. Еще что-то. Накидывайте. Возражение. И человек говорит. Слушайте, ну честно денег нет. Ну реально. Или дороговато. Хорошо. Мы переходим к следующему возражению. Но мы же прошли это возражение. Оно же... Я подумаю. Может быть такое, что... Блин, у вас очень дешево. У меня такое возражение очень часто. Потому что я когда вижу дешевую цену, я говорю. Я подумаю. Ну я не понтуюсь ни в коем случае. Вот жена у меня купила Джека Рассела. Вы все видели, наверное, у нее, да? За пять тысяч рублей. Я никогда не покупаю такие... Не делаю такие покупки. Мы с ней очень разные в этом плане. Так. Дорого. Какое возражение на дорого? Как вы обрабатываете это возражение? Кто? Пожалуйста. За эту цену вы получаете. И расписываешь, что получает клиент. Ну хорошо. Все равно дорого. Никто не будет слушать. Ну это дорого. Ну реально. Ну дорого, зато круто. Подождите. Ну вот у соседки вот в инстаграме за две тысячи рублей так же. Не так же. Ну так же. Для простого клиента это то же самое? Да все то же самое. Они не видят. Как обработать возражение дорого? Это очень классно, когда вам люди говорят, оно очень стрессовое. Наверное, только обосновать. Почему дорого? Нет? Тоже нет. По сравнению со всем, вот так ответит вам клиентка. Смотрите. Как вы обосновываете? Дорого это когда человек… Если вы реально следуете советам инфоцыган и поднимаете себе цену необоснованно, то это будет дорого. Почему вы поднимаете… Блин, мы не успеваем. Так, почему мы поднимаем себе цену? То есть ты говоришь… Скажи мне дорого, громко. Дорого. Хорошо. Скажите, если вы считаете, что это дорого, я так понимаю, вы уже с чем-то сравнивали. Правильно? Скажите, а сколько сотен или тысяч процедур сделал мастер, с которым вы сравнили? Я почему спрашиваю? Потому что опыт мастера и результат прямо пропорционален количеству ошибок, которые он совершает. И я свои ошибки совершил. Я на них научился. Плюс к этому у меня модульные иглы, квадрон, плюс к этому у меня хорошая американская машинка стабильная. Вы интересовались у мастера, у которого дешевле? Фотки-то одно и то же. Что там, что сям. Вот одно и то же. Еще раз. Когда вы… Не интересовалась, но вот на фотках одно и то же. Не так. Давайте так. Когда вы общаетесь с клиентом и говорите вот именно это, ни один клиент не скажет. Ни один. Клиенты говорят, слушайте, а я об этом не задумывалась. Действительно ли так? Потому что я работал в колл-центре и принимал сотни звонков в день в своем же. Я прослушивал записи своих операторов и я слышу, как общаются клиенты. Всегда процесс коммуникации – это такая тонкая тема, тонкая грань. Поэтому, когда вы начинаете общаться с клиентом, а вы… Вы знаете, нет, не справа. Ваша задача при помощи скриптов – не заманипулировать его, а реально вскрыть. Потому что человек, может, не знает, что, оказывается, опытный мастер зарабатывает столько не потому, что у него краска дорогая, а от того, что он уже ошибок кучу совершил, у него очередь, и он суперкрутой художник. У вас же не возникает вопросов к художнику? А что так дорого? Здесь масло-то ушло вот-вот. Нет. Смысл такой же. Раскрывайте. Короче, я не буду… Следующий, пожалуйста, слайд. Я не буду погружаться дальше. Есть еще одно возражение. Это нет денег. Вообще херенное возражение. Оно тоже обрабатывается и тоже продается. Как только вы начнете общаться по скриптам, ваша конверсия, которую мы на прошлом слайде обсуждали, она увеличится в 2-3 раза. Это означает, что в 2-3 раза больше клиентов при текущем трафике вы будете получать. Нравится? Хотите скрипты? Бесплатно хотите? Смотрите. Вот это скрипты. Вот в углу. Это скрипты, благодаря которым вы можете продавать. Там все возражения, как отыгрывать, фотографировать бесполезно. Потому что там ничего не увидите, там же не видно ничего. Но есть, кто знает об BNE Digital Pack? Никто не знает. Мы решили, а в задницу эту прибыль, эти продажи, инфокурсы, до свидания. Сейчас мы будем отдавать все. То, что мы за 9 лет наработали, мы упаковали в такой цифровой пакет и привязали это все к пигментам. Мы говорим, слушайте, ну пигменты у всех более-менее одинаковые. Сейчас они лучшие, по моему мнению, но они, в общем-то, рано или поздно будут одинаковые у всех. Потому что продуктовые преимущества, их легко догнать. А как выиграть гонку непродуктовыми? Мы сказали, мы будем отдавать все. Мы будем весь свой опыт отдавать людям, делиться честно и искренне. И в обмен на это они, может быть, у нас купят. А может быть, не купят. Но как бы так или иначе мы взяли вот эту штуку. 1,1 гигабайт весит эта фигня. Что там есть? Там скрипты, там чек-листы, там листовки, там плакаты. Там все, что вам нужно для того, чтобы усилить свои компетенции, в том числе в глазах у клиента. И по этому QR-коду вы прямо сейчас можете их скачать. Нет? Оп! Не успели. Я шучу. Качайте. Вы первые, кто получает доступ к этому файлу. Еще раз, это 1,1 гигабайт. Это очень много. Поэтому не факт, что вы выкачаете это через мобильную сеть, но рано или поздно выкачаете. И делайте скрины. В общем, делитесь, шарьте. Это бесплатно. Мы не берем за это ни копейки. Окей? Пожалуйста, рады стараться. Вот скрипт мастер, например, это оттуда же. А у кого, кстати, нет флагманских телефонов, это тоже один из способов очень быстро поднять выручку. Купить себе айфон последний или самсунг, ну или гугл пиксель. Там интегрированы все эти штуки уже в камеру и плюс к этому красивые работы получаются. Все, успели? Супер. Идем дальше. То же самое про скрипт мастера. Вот у нас сидит девочка, Саша. Это девочка, которая вместе с Аней Куцеволовой начинала работать у нас в 2012 году. Вот. Она, тем не менее, осталась к нам лояльна сейчас. Саша у нас здесь. Мы ее очень любим и вообще топим за нее максимально. Пожалуйста. Саша знает эти скрипты на зубок. И, может быть, кто-то не в курсе, но у нас жесткая муштра была в студиях. Мы реально прогоняли людей, чтобы люди и работы делали хорошо, и общались хорошо. И отчасти именно поэтому такое большое количество тех людей, которые у нас работали, стали успешными. Такая была, ну прям, боевая подготовка. На каждой конференции точно, наверное, один бывший наш сотрудник есть. Эти скрипты там тоже есть. Не надо фотографировать, они там есть. И чек-листы по качеству тоже есть. Мы хотим, более того, сейчас передать эти чек-листы клиентам, чтобы клиенты взяли чек-лист и проверили вашу работу. Как вам идея? Не надо. А вот надо делать нормальные работы. Не надо бояться. Вы сейчас говорите, не надо, потому что вы боитесь дискомфорта от роста. Когда клиент будет говорить вам, первый, кто это сделает и даст клиенту, тот вырастет в качестве. Потому что каждый раз ему нужно будет исправлять. Он будет, да ё-моё. Все. И он начнет делать нормально. И он вырастет. Это сложно заставить себя это делать, но, тем не менее, вы можете проконтролировать даже себя. Там эти чек-листы тоже есть. Итак. 7 минут. Успеваем. Упражнения для делегирования. Вам нужно понять, сколько стоит ваш час. Например, я совершил форменную глупость, приехав сюда бесплатно. Мне ничего не заплатили за выступление. Для меня это новый опыт пообщаться с вами, поговорить, познакомиться. Мы всегда парафинили с Леной конференции, потому что наша ниша это онлайн. Все вы знаете эту историю, но давайте пробовать. Попробовали? Посмотрим. Может, понравится я буду одним из спикеров постоянно здесь? Я не знаю. Ценности у меня хватит. То есть того багажа знаний, которые даже на одну конференцию можно растянуть лет на десять. Итак. Сколько вы зарабатываете? Мой час сейчас рабочий стоит около 25 тысяч рублей. То есть, если, например, я хочу кого-то нанять, то он должен стоить меньше 25 тысяч рублей. Ну, логично, чтобы освободить свое время и купаться в бассейне, кайфовать и так далее. Под эту категорию подходят практически все. Поэтому я делегировал все функции. Я сам сейчас, наверное, единственное, чем занимаюсь, это продюсированием. Это сложно делегировать. Я общаюсь с Леной постоянно, мы что-то там делаем вместе и так далее. Но все остальное делегировано в моей компании. У вас для того, чтобы начать делегировать, вам нужно понять, сколько стоит час. Быренько скажите, сколько стоит час. Как считается, вы берете выручку вашу, примерно 200 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. Отнимаете стоимость аренды всех костов, ну, в кармане остается тысяч, например, 30 или 50. Или, может быть, у кого-то миллиона остается 500. И делите на количество времени, которое вы потратили на зарабатывание этих денег. Обычно это на вскидку. Можно, давайте так скажу, у кого сколько стоит процедура? Быстренько. 6, 5, 6, 10, 4, 7. Короче, примерно от 4 до 7. Да, у кого больше? Сколько? Хорошо. 20 в салоне. Еще кто-то есть дороже? Хорошо. Примерно половина, при таком чеке примерно половина – это ваша прибыль. Все остальное вы отдаете за аренду, расходные материалы, какие-то рекламные раздержки, пигменты. Это минимум модулей и так далее. То есть вы зарабатываете, процедура длится полтора-два часа. Сколько у кого длится, кстати? У кого два часа? У кого полтора? Ну, примерно. Короче, на два разделим. Ну, полтора часа… Ой, полторы тысячи рублей стоит час. Условно. Это то, что вы можете делегировать. Дайте слайд, пожалуйста. Кого можно купить за полторы тысячи рублей и зачем это делать? Итак, вы можете купить труд уборщицы на работе. Кто убирает рабочее место сам? Это не зазорно, мы так делали. Вот вы прям уборщицу нанимаем. Нанимаем уборщицу. Сразу же. Почему? Потому что то время, пока вы тратите со шваброй, вы можете заплатить уборщице и сделать процедуру и заработать больше. Ну, это понятно? Тогда на этом конгрессе вам не место. Еще раз. Здесь речь про… Если вы любите убираться, то это ваше хобби. Тратьте на это время. Вообще вопросов нет. Но если мы говорим про бизнес, то эффективнее тратить время на то, что приносит деньги. Логично. Зачем тратить время на уборку, если можно это делегировать? Если вы любите убираться… Большинство не любят убираться, скажем так, после рабочей смены. Кто-то любит еще убираться? Может, я не в курсе? Нет. Понятно. Уборщица дома. Это не очевидно. Но на самом деле уборщица дома – это офигенное делегирование. Я нашел уборщицу дома сразу же после того, как Лена вышла на работу. А я временно сел дома. Я убрался два раза. Охренел просто. И сказал… Я что, дебил? Неужели я не смогу заработать? Сколько стоит уборщица? 2000 рублей в час. Ой, в час. За приход. Я не смогу за день заработать 2000 рублей? Я за час заработаю. Я заработал деньги, делегировал уборщицу. Сейчас в итоге уборщица и готовит, и все. Она счастлива. Потому что, собственно говоря, я за нее это сделал, заделегировал. Вам нужно нанять домработницу. И две минуты остается. Хорошо. Итак, дальше. Делегируем няню. Не-не-не-не. Назад. Так. Делегируем няню, делегируем повара, администратора, менеджера по продажам в полторы тысячи час. Я вас умоляю. Удаленного личного помощника, контент-менеджера, видеооператора, системного администратора. Мужа на час. Когда нужно что-то прикрутить, вы не сами делаете. Вы звоните мужу на час. Объявлений на авито куча. Он делает. Ассистент личный. Тот, у кого процедура 7-8 тысяч рублей, наймите личного ассистента. Такой личный шнырь. У Лены таких много было на курсах. Она быстренько-быстренько уберется за вас в рабочее место. Подготовит, нанесет анестезию, еще что-то сделает. Вы ускоряете время своей процедуры. Дальше вы, соответственно, нанимаете директора, маркетолога и даже мастера или тренера и строите свою студию. Примерно структура такая. Сложно начать. Начните с расчета своего времени, сколько оно стоит и делегирование. Правила и принципы делегирования. Делайте это хотя бы раз сами. Если вы хотите делегировать маркетинг, настройте рекламную кампанию. Если вы хотите делегировать продажи, продайте. Если вы этого не сделали, вам хана. Вас обманут. Кого обманывали на маркетинговых кампаниях про настройки? Сказали, будет охеренно. Настроили, ничего не работает. Много? А почему? Потому что вы ландухи. Меня не обманешь, например. Я попадал в другую ситуацию, но на настройки я вижу сразу. Почему? А какой CTR? А как отрабатывала кампания? Какое семантическое ядро? Потому что я специалист. Потому что я через это все пропустил. Пропустите. Работа должна быть сделана, чем стоит ваш час. Если вы хотите нанять генерального директора за 10 тысяч рублей в час, получая полторы, нельзя. Поняли, да? Задачи нужно ставить по смарт. Короче, постановка задач – это прям, может быть, отдельное выступление. Просто загуглите это. Сейчас я не успеваю, но надо гуглить. Групповые собеседования также есть. Фотографируйте. Постоянно нанимайте, не останавливаясь. Перебирайте людей. Быстро увольняйте, долго нанимайте, изучайте. Но постоянно экспериментируйте. Всегда собирайте групповые собеседования от 5 человек. Что такое групповое собеседование? Кто понимает? Она понимает, потому что она была на нем. Делегируйте HR-у первичный поиск. Также на сайте fl.ru можете найти HR, который пропылесосит вам всех, кто вам нужен. И просто выдаст вам пачку за 5 тысяч рублей. А вы уже с ними поговорите. И легко прощайтесь при первом сомнении. Сомнение возникло – уволен. Это очень стрессово, очень больно быть плохим. Вам надо привыкать. Увольняйте. Итак, поднимите продажи прямо сейчас. Насколько у вас длинная запись? Если у вас запись больше трех дней, поднимайте цену. Поднимайте цену, потому что вы недополучаете огромное количество людей. Мы проводили исследование, если у мастера больше трех дней запись, конверсия падает на 90%. Это в 10 раз. Слушайтесь внимательно. То есть люди говорят, я не буду ждать, я ухожу. Проявите уважение к своему клиенту. Поднимите цену и дайте возможность тем, у кого есть деньги, принести их вам. Не работайте на нищебродов. В принципе авторотация, если вам стрёмно. Авторотация – это когда у вас поднимается цена. Поднимаете цену по 5% в неделю. Например, если вы зарабатываете 4000, то на сколько? 200 рублей. Кто-то, у кого-то есть будущее. Хорошо. 200 рублей в неделю поднимаете. Каждый раз. Поняли, да? Откажитесь от 50% скидки на коррекцию. У кого есть скидка на коррекцию? У кого нету? Ну, ты даешь дисконт на коррекцию? Да, да, да. Да. Ну, не давай. Потому что это 50% скидка. Они не придут. Кому, говоришь, человеку, у которого студия работала так 9 лет? А так можно было? Можно. Шок. Вы можете как бы поиграться с коррекцией, но дисконт не давайте. Поэкспериментируйте. В чем мешает-то? Ну, никогда не поздно вернуть. Только сразу не падайте. Я вас уверяю. Спокойно люди. Ну да, коррекция, полная процедура. Ну, я приду или не приду. Пусть человек решает. Сразу записывайте на обновление с 50% скидкой. Кто использует этот лайфхак? Никто? Нет, нет, 50%. Сразу же. Ну, это триггер должен быть. Или вы потеряете этого человека? Через год. Вы говорите, слушайте, ну, запишись на через год. Ну, как так? Я не могу. Я тебе дам дисконт 50% и перенесу, если у тебя не получится. Ну, прикольно же. Человек такой. Ну, давай. Ну, ты внеси предоплату 1000 рублей и все. И запишись. А у меня цена будет стоить не 4, а 10 в следующем году. А ты придешь за 2. Класс. Ну, класс. Давай. Ну, кто откажется? Ну, давай. Большой процент конверсий. Давай. Они будут записываться. Что дальше? Проходит год и у вас выстроена очередь. Если вы умные, вы заблаговременно начинаете поднимать цену. И у вас через год уже, благодаря этой очереди, цена не 10 тысяч, а 15 или 20. Вы им предлагаете записаться с 50% скидкой на следующий год и так далее. Вы удерживаете у себя клиентов, которые могли уйти к Маше через дорогу, могли забыть про вас и сказать, вообще мне это тоже не нужен. Вы удерживаете их и оставляете, есть такой прием ботинок в двери. Когда дверь закрывает, вы такие, давайте продолжать общаться. Это очень важно. Я могу долго про это разговаривать, но ладно. Кто берет предоплату? Кто не берет? Возьмите предоплату. Каждому клиенту 1000 рублей предоплаты. Почему это важно? Потому что вас перестанут кидать. Раз. Если вас сейчас не кидают, это значит, что у вас низкая цена. Поднимите цену для того, чтобы вы могли убедиться в том, что люди перестанут приходить. Мы, когда открывались в Москве, я прошу прощения у организаторов, 5 минут. Мы открывались в Москве и мы столкнулись с проблемой, что 9 из 10 не приходят. Охерели. Как так? И мы первые в индустрии ввели предоплату. Это был 2013 год. Первые ввели предоплату. Нам говорят, вы что, дураки? Мы 100%. 100% оплачивай, если хочешь попасть. Ну как бы часть отказывалась, но ничего страшного. Все, мы живы, мы богаты, все хорошо, это работает, мы не умерли. Быстро только, да? Да, 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 абсолютно точно. Если человек не приходит, мы говорим, вопросов нет, мы 100% вам возвращаем. Всегда. Но когда человек подтверждает собственное намерение, у него, а, есть деньги и, б, твердые намерения это сделать. Все. Всегда возвращать. Всегда. Предоплату в России не возвращать незаконно. Всегда вы обязаны вернуть предоплату. Еще раз, если не беретесь, сделайте. Я закончил, что ли? Ой-ой-ой, у нас столько еще впереди. Короче... Ладно. Наверное, я... Да нет, нет, мы про YouTube поговорим обязательно. Давайте, может быть, на следующий раз оставим. Ну, так сжали меня. Сорян. Если вам понравилось это, можно похлопать. Мне будет приятно. Спасибо. 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 Спасибо.